А потом, друзья мои, вот те, которых мы называем святыми, они же самые кающиеся, это же самые плачущие люди. Ну вот типа там, скажем, преподобного Сергия, или там вот того же Амвросия Оптинского, или того же отца Серафима, солнышко наше, это же самые кающиеся, они же всегда считали, что они самые грешные на земле люди, потому что они уже вот в этом углублении внутрь доходили до такой великой глубины, на которой они чувствовали свое единение со всеми людьми. И тогда уже грех мира ложился на них, и они его чувствовали. И когда они приносили покаяние за себя, они в это время приносили покаяние за всего Адама. Это так у Силуана Афонского можно почитать. То есть это уже такие великие глубины. То есть те, которых мы называем святыми, это те, которые больше всех каялись и почувствовали чужую боль как свою. И они уже молились там за мертвых, живых и нерожденных. Там зачем Симеон Столпник на столб залез? Из покаяния. Зачем Серафим Саровский в лес ушел и на камне стоял там, значит, три года? Из-за покаяния. А что за грехи у него такие были, там, у Серафима Саровского? Он ни однажды девушку не поцеловал в жизни своей. Что там за грехи могли быть у него? А это уже было покаяние такое вселенское, всечеловеческое. Он уже чувствовал и тебя, и меня, и там всех остальных. И он уже приносил Богу на своих плечах, как будто всего Адама. Это уже такое христоподражательное действие. Так что покаяние не имеет конца. То есть как бы такие, ну есть такие ветреники, которые говорят, ну я уже покаялся, ну что еще хотите? Ну в принципе да, вы что еще хотите? Я уже покаялся. Но если идти дальше и глубже, то там оказывается, что это бездонная тема. Эта тема, кстати, не для исповеди. Когда бы человек, например, что выкопал из себя и побежал сразу на исповедь. Нет. Эта тема для внутреннего внимания и для такого аскетизма, для внутренней молитвы и для очищения земли своего сердца. То есть оказывается, вот только один серп там, или одну мотыгу там дал нам Господь, чтобы эту землю взрыхлить и очистить. Это вот как раз это покаяние. Такое простое слово, а в нем все, что хочешь, находится. Это вот как раз это покаяние.